Уважаемые студенты школы блогеров, всем гигантский приветик! Я Штукианция, а это медвежана Жбаня. Тангар Ироглас к вашим услугам. Привет! Ребят, для вас у нас клёвые новости. Тут потом мы сделаем сердечко, ты поставишь. Сейчас они ни хрена не клёвые, давай сюда поставим череп. Ютуб снимает монетизацию у всех начинающих видеоблогеров. В чем же была клёвость новости-то? Ну, мы первые о ней рассказывали. А, ну да. Поэтому, ну в ней, кстати, есть и плюсы и минусы, сейчас мы все обсудим. Давай подробности. Рассказываю подробности. А теперь, если вы хотите поставить монетизацию на ваш канал и начать зарабатывать баблосик, Потом ты сразу поставишь всякие штуки. Я надеюсь. Я не просто как дурак какой-то. То вам теперь, вот раньше нужно было просто зарегистрироваться в Ютубе. Потом нужно было набрать 10 тысяч просмотров на канале. Всё, это всё ушло в прошлое. Теперь отныне. Вам нужно за последние 12 месяцев, то есть за последний год, чтобы на вашем канале было 4 тысячи часов просмотра видео суммарно. И тысяча подписчиков на канале. Тысяча? Тысяча подписчиков на канале. Чтобы поставить монетизацию, нужно тысяча подписчиков? Тысяча. То есть, я вот просто хочу честно сказать, вот сейчас каждый, я хотела сказать каждый первый, но каждый второй зритель нашего канала сейчас охренеет, повесит уши, расстроится. Стоп, подождите. Досмотрите это видео, сейчас вам кое-что расскажем. Но тем не менее, друзья, с февраля 2018 года начнет внедряться эта система. О нет. И после февраля 2018 года вступят в силу новые правила. Если ваш канал был монетизирован до этого, и вы не удовлетворяете этим критериям, с вас снимут монетизацию. Короче, до февраля гребем бабло лопатой. Но классная новость. Всё, что вы заработали до февраля 2018 года, даже если у вас был меньше канал, вам выплатят. Вы свой доллар, вы получите. Не переживайте. Но потом, к сожалению, монетизировать канал будет нельзя. Пока вы не наберёте штуку подписчиков. Тысячу подписчиков. То есть должно быть одновременно два условия. Одновременно тысяча подписчиков и четыре тысячи часа просмотров. Вот что. Что вообще из всего этого следует, друзья? Мне кажется, первый важный момент, который я вынесла, знаешь? Какой? Ютуб ясно даёт понять всем, что самое главное на Ютубе – это не то, сколько просмотров у вас на видео. Даже не то, сколько у вас на самом деле подписчиков. Самое главное, говорит нам всем Ютуб, это watch time. То есть длина просмотра ваших видео. Я хочу сказать, а что ещё происходит? Смотри, вот никто на это, я думаю, не обратил внимания. Окей. Но изначально, когда, вот в этом году ещё, чтобы вам подключить монетизацию, с вас Ютуб что требовал? Требовал, чтобы у вас на канале было десять тысяч просмотров, помнишь? До этого и этого не нужно было. До этого и этого не нужно было. Но вот в последнее время, вот уже почти что там больше года. Просто десять штук просмотров. Десять тысяч просмотров, вьюз, вот эти вот вьюз. Да. И все люди на это задрачивают. Берут и начинают нажимать F5. Вьюз. Не делайте так. Потому что людям, всем всегда казалось, ну даже как говорят, у меня на канале там видос на миллион просмотров. Правильно? Вот все люди считают, что просмотры это очень важно. На самом деле Ютуб вам уже в лоб говорит, люди, просмотры не играют практически никакой роли. У него вот здесь в требованиях про просмотры ничего нет, видишь? Не важно, сколько у вас просмотров. Просмотры не рулят. Главное, у вас может быть вообще хоть сколько просмотров, хоть нисколько, почти что. То есть просмотры это вот сколько людей зашло и вышло? Это просто ничего по сути. Человек пришёл, посмотрел шесть секунд видео, просмотр зачёлся и он вышел. Да. Вот допустим, вы выпустили видео, которое длиной десять минут. На это видео может быть... Пришёл тангар. Я прихожу. Секунду посидел? Прихожу. Нет, секунду он не засчитает. Ну окей, пять секунд. Посидел шесть секунд. Он засчитывает просмотр, я его закрыл. И что? Всё. Вы получили всего лишь шесть секунд. А вам надо четыре тысячи часов. То есть, если вы выпускаете видео длиной десять минут, желательно, чтобы его все смотрели полностью десять минут. Потому что иначе, даже если это будет там шесть секунд, вы не набираете время просмотра. Понимаете? Да. То есть вы набрали просмотр, но время просмотра очень маленькое вы набрали. Есть вообще... Самое важное, как мы уже говорили на канале Школа Блогера неоднократно, самое важное для статистики вашего канала и статистики ваших видео, это среднее время просмотра на видео. Как в минутах, так и в процентах. Это самый важный показатель. И вот тут, собственно, он так или иначе, ну, несколько в другом виде показан. Да. Ребят, поэтому вместо того, чтобы пытаться сейчас вот... Ну, рубить чисто просмотров. Чисто просмотров или там так далее, постарайтесь сделать так, чтобы ваши видео люди досматривали. Чтобы было интересно. Да. Чтобы типа няшка в кадре была. Нужно делать интересные видео. Вот. И знаешь, вот мы с тобой вначале сказали, что это такая грустная новость. Сейчас все такие люди, блин, типа, и что вообще там делать? Ну, вообще, это грустная новость, на мой взгляд. Знаешь, почему? То, что вот я, как самый главный главарь Школы Стримера, ну, я занимаюсь стримами, там, Твич и все такое. Да, кстати, ребят, если хотите научиться стримить, подписывайтесь на канал Школа Стримера. Мы поставим ссылочку. Да, прямые эфиры, наше все. Фишка в том, что изначально вот такой конкурент YouTube и Twitch, в свое время даже YouTube, ну, Google, хотел купить Twitch, чтобы там были прямые эфиры. Но антимонопольное законодательство США запретило это делать. Смысл в том, что на Twitch изначально тоже была такая штука, там все было вот наоборот совершенно. Изначально на Twitch совершенно невозможно было сделать монетизацию. Монетизацию получало одна десятая процента от всех пользователей Twitch. Это было сложно очень. Да. А при этом реклама все время всем крутится постоянно. На Twitch там реклама больше, чем на YouTube даже. Она автоматически идет постоянно. При этом, ну, все смотрели, все терпели. Вот. И недавно Twitch, он наоборот, начал максимально демократически продвигать концепцию, чтобы человек получать 50 подписчиков. И все, ему дают монетизацию. То есть, они наоборот взяли и ослабили вот эти вот... Возжи. Возжи. А YouTube, получается, натягивает. Почему? Ну, если рассуждать о причинах, мне кажется, основная причина это то, что у YouTube очень требовательный рекламодатель. Рекламодатели в основном диктуют YouTube, как ему быть, потому что он на 100% зависит от рекламодателей. Если у YouTube не будет рекламы, то как они будут хранить эти терабайты, миллионы терабайтов видео, которые мы загружаем туда? Вся эта монетизация, все это есть только потому, что есть крупные бренды, которые вливают там тысячи, миллионы долларов. Соса-солы всякие. Ну, всякие крупные. И я вот так вот чувствую по последнему поведению YouTube, что эти бренды в основном и диктуют, что будет происходить. То есть, как только брендам что-то не нравится, они просто берут и забирают свои деньги и говорят «до свидания». Значит, теория заговора реальна. Всем миром управляют гигантские транснациональные корпорации. Я думаю, что всем рулит баблос. И здесь все время, конечно, присутствует какой-то здравый смысл, но я вот ставя себя на место какой-нибудь крупной бизнес-компании, я думаю, окей, ну вот я заплатил, например, YouTube. Вот у меня бюджет, 100 тысяч баксов. Я вот закидываю в YouTube. Да. Ну, нахрена мне, чтобы моя реклама крутилась у какого-то маленького начинающего канала, у которого там видео с трясущейся вот так вот рукой сняты. Вот я же деньги-то заплатил, моя реклама-то у него крутится. Понятно. Я этого не хочу. Я начинаю YouTube такой, типа, мне не нравится, давай что-то придумывай. И мне кажется, это все... Ну, раньше на протяжении вот этих уже 10 лет все было как-то по-другому. Почему сейчас? Ну, еще, еще мне кажется, такая вещь, смотри, за последний год, сколько вот эти каналы спамер со спамерами борются. Просто мне кажется, конкретно вот именно вот в это время YouTube становится очень центром притяжения людей. И люди поняли, что здесь можно, типа, срубить бабло, как будто бы быстро. Это как биткоин. YouTube сейчас как биткоин. И они начинают, знаете, вот приходить в YouTube и не смотреть школу блогера, да, где мы рассказываем, как сделать клевый какой-то авторский контент, чему-то научиться. А просто они начинают смотреть каналы, где им рассказывают, как какие-то серые схемы, как накрутить, как срубить просмотров, как заработать деньги. В итоге YouTube с этим бороться вынужден. И он вынужден, потому что иначе, получается, опять же, эти крупные рекламодатели вкладывают деньги в бюджет, и их видео крутится... Воруют, по сути, их деньги воруют. Да, их деньги воруют. Вот эти вот серые накрутчики. Накрутчики, у которых контент плохой, трафик весь левый, но туда идет реклама. Получается, что YouTube делает все правильно. Ну, на самом деле, мне кажется, да. То есть для защиты вообще креаторов, в принципе, да, то есть тем, кто делает качественный контент, им станет лучше, я думаю. Да, нет, я бы сказал так. YouTube просто вынужден, потому что другого решения... YouTube вынужден это делать, но при этом это сильно бьет по маленьким каналам, и их очень жалко. Это очень жалко. Ну, знаете, вот... Но что делать? Что делать? Самое главное, что делать, чтобы никто не вешал уши, я хочу рассказать такую историю. Во-первых, мы начали монетизировать наши каналы, когда у нас было... Три года. Да, ну, где-то два года. Да, то есть два года мы снимали видео, вообще мы не ставили рекламу. Мы не ставили рекламу, потому что думали, ну, вот если будет ставить реклама, может, люди будут меньше подписывать, зачем смотреть рекламу. Плюс мы еще не очень понимали, как это все работает, мы не знали ни о ценах, ничего такого. Два года мы вели каналы совершенно без монетизации. И мне кажется, как раз-таки, когда мы включили монетизацию, на моем канале было больше тысяч подписчиков, у меня было где-то 4-5 тысяч. То есть, на самом деле, это... Я как бы пережила этот момент, и я думаю, многие могут это пережить. Ну, и для начинающего канала вот эти тоже 10 долларов в год, они как бы... Да, плюс второй момент. Заработок с маленьких каналов до тысячи подписчиков, и вот до вот этих всех цифр, он настолько минимальный, что вы как бы больше отвлекаетесь на него, чем что-то зарабатываете. То есть вы все время что-то начинаете думать. Лучше все силы тратить на то, чтобы снимать классные видосы. Да, и как только вы там достигаете этих цифр, на самом деле, они кажутся какими-то ужасающими, да, там, 4 тысячи часов и тысячи подписчиков. Но, ты знаешь, я удивилась, я недавно, ну, где-то еще полгода назад заходила в наших подписчиков, в канал Школы Блогера, и среди наших подписчиков было не так много людей, у кого больше тысячи подписчиков. То есть, как бы я на них на всех подписалась, у меня у нас была такая фишка, потому что я подписываюсь к своим каналам на всех, кто старше тысячи. И раньше их было не очень много, но тут я недавно зашла, я аж офигела. Столько каналов появилось у кого-то крупнее тысячи, то есть я не могла их пролистнуть даже. Потому что YouTube растет. Очень много, и на самом деле... Все не так уж и плохо, ребята. Да, и еще очень важный момент, диверсификация, о которой мы говорили. Вот если посмотреть на другие платформы, типа Instagram, Facebook и другие, там вообще никакой монетизации нет. Но там есть люди, которые полностью зарабатывают или живут только исключительно, будучи инстаграмером. То есть, чувак делает фоточки и зарабатывает 100 тысяч. Да, и он просто привлекает рекламодателей со стороны, и он сам какие-то сотрудничества заходит. Монетизации там вообще нет. А там вообще нет монетизации. То есть, на самом деле, способов монетизации намного больше, чем просто поставить рекламу в Google. Если вам хочется заработать деньги, вы сможете это сделать, потому что миллиард, мерч запустите, сделайте какой-то бизнес. Ну, это тоже для больших, ну, то есть, до тысячи, это мало кому. Ну, почему? Если это какая-то нишевая тема, это вполне может быть. Мы встречались на встрече, у человека был канал про хоккей. Да. И там было, ну, типа, чуть больше тысячи. Но он начал уже заранее. И у него были мерчи, у него всякие сотрудничества прям вовсю. Потому что он очень узкая тема. И он очень активно занимался этой монетизацией. То есть, на самом деле, зарабатывать можно вообще, имея там 100 подписчиков, если у тебя есть жилка какая-то. Если ты хочешь зарабатывать деньги, ты придумаешь что-то, если это твое. Но лично вот мой опыт такого творческого человека, я считаю, что вообще такое чрезмерное стремление к заработку, к деньгам, они вредят творчеству. Просто нужно делать какое-то дело свое любимое. И если ты его будешь делать хорошо, если ты будешь стараться, то оно само собой появится все. Просто нужно брать и стараться делать свое дело хорошо. Вот, друзья, такая новость. Надеюсь, что вы смотивировались, посмотря это видео. И напишите нам, пожалуйста, в комментариях, как вы отреагировали на эту новость. Вот вы узнали эту новость? Какая у вас первая реакция? Может быть, вам вообще все равно? Или какие-то у вас мысли возникли? Было бы очень интересно. Ставили ли вы когда-нибудь монетизацию на свое видео? Да, задавайте вопросы, если что-то осталось неясным, мы расскажем в следующих видосах. Каждый может высказаться. До скорых встреч! Ентер-рух!